Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа с большой буквы. В студии я и ведущий Александр Гурарье. Несколько месяцев назад в этой студии мы проводили телемост с Москвой, со студии ТАСС, в котором говорили о помощи слепо-глухо-немым, слабовидящим людям, которые страдают от того, что, к сожалению, мало внимания уделяется и со стороны государства, со стороны общественных организаций, их реабилитации. И главное, что такие люди, которые взрослеют и выходят из детских домов, из домов, в котором они проживали раньше, им некуда, абсолютно некуда идти, некуда, негде жить, негде создать семью и так далее. И мы говорили о том, что в России и в Израиле существуют организации, которые помогают таким людям, которые помогают им реабилитации, помогают им найти свое место в жизни. И сегодня у нас в гостях матушка Ефросиния, руководитель фонда памяти преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и Илана Михаэль, помощник мэра Тель-Авива, активистка движения по оказанию помощи слепо-глухо-немым. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. И дамы. И дамы. Спасибо. Ну, вы знаете, сейчас принято называть всех как-то одинаково. Но, тем не менее, поправка принята. Здравствуйте, дамы. Мы во время проведения этого телемоста говорили о том, что вот уже вот-вот-вот начинается строительство центра реабилитации в Подмосковье. Что же происходит сейчас? Начали строительство, уже строят или что? Вы знаете, дорогой Александр, вот я буквально недавно была в Сергеев-Посаде и заявила о том, что уже строительство реабилитационного центра уже началось. Поблагодарила Владимира Владимировича Путина, поблагодарила администрацию Московской области. Вот, приехала туда и увидела, что все стоит. Дело в том, что администрация президента действительно выделила 500 миллионов. Московская область, Андрей Юрьевич Воробьев выделил миллиард 300 миллионов, но в связи с пандемией, в связи вот с этим коронавирусом остановилось строительство. И мы еще не знаем, когда оно начнется. Как бы обещают, что в ближайшее время, может на следующий год, а может быть, дай бог, в сентябре. Люди-то ждать не могут. Люди не могут ждать. Дело в том, что на этот год выходят уже 15. Вот именно таких воспитанников, которых я окормляла именно 10-15 лет, понимаете, от 10 до 15 лет. Какого они возраста, матушка? Вот сейчас им уже 19-20 лет. То есть они уже в таком возрасте, когда могли бы создать семью, может быть, если бы у них были условия жить как нормальные люди. И вот смотрите, этот реабилитационный центр, который будет строиться, он только до 40 лет и только для одиноких. А потом иди куда хочешь. А что же будут делать семейные? А семейных нету для семейных ничего. И поэтому, вы знаете, я настолько скорбела, когда я приехала, сейчас 2,5 месяца было, вы знаете, воздушное пространство Израиля закрылось. Ну да. И когда я взяла ипотеку, когда мое сердце было переисполнено любви к слепоглухим, купила дом для слепоглухих в 5 этажей. Независимо от их возраста, чтобы они могли жить там и семейные тоже. Да, семейные, семейные пары. То есть вы взяли ипотеку на себя просто? Я взяла на себя ипотеку, да, на 20 лет, 20 миллионов рублей, вот, Газпромбанк. И я просто не смогла выдержать, когда мои дети слепоглухие выйдут из этого детского дома, они пели с Мариинским театром, они участвовали на разных мероприятиях наших. Да, мы видали, мы видали, потрясающе. Они приезжали 6 раз в Иерусалим, понимаете, это умные дети, они молитвенники такие, они даже на клирусе поют, представляете, да. И тут они выходят, матушка, куда идти? Кстати, я вспомнила, да, что ведь Московская область и город Тель-Авив подписали договор о сотрудничестве во всех сферах и об обмене опытом, и господин Воробьев, губернатор, был у нас на подписании, и если что-то от нас зависит, и мы можем поделиться каким-то опытом с Московской областью, мы всегда будем рады и принять делегацию, и пообщаться, и в любых условиях. И самое главное, что 15 человек, это только маленькое количество того, что выйдут в этом году. Если начнется все-таки строительство реабилитационного центра в этом году, оно закончится на следующий год, да. Вот, но опять... То есть быстро строят относительно. Но они сказали, что быстро, но это уже три года говорят, мы быстро, мы начнем, и все никак не начинается, мы же не знаем. Хорошо, так, а вот что вы будете делать? Вот вы купили дом, да, вот вы купили дом, это под Москвой, да? Это под Москвой, недалеко, 30 километров от Сергея Упасада и 35 километров от Макада до Москвы. Ну и что вы там планируете делать? Это очень ближняя под Москвой, я бы сказала. Вы знаете, это единственный дом, который в России есть. Там, можно сказать, три этажа, вот по документам, а на самом деле семь этажей. Каким образом? Даже восемь. А я сейчас вам объясню. Дело в том, что там раньше жил укоротитель тигров, он в цирке, значит, укрощал. И он раз приехал в Прагу, и там состоялась, как сказать, выставка, вот именно домов архитектурных. И вот этот дом итальянской архитектуры выиграла первое место, гран-при. И он это купил. На Пражской выставке архитектуры. Да, и он сделал такой дом. Это какой же год был? Известно, например? 15 лет назад. 15 лет назад. И вы представляете, минус первый этаж, мастерские, гараж. Значит, и там, знаете, не по этажам, вот первый, второй, да, вот прямо как вот по-нашему, по-еврейски. Зеро, нулевой этаж, минус первый, потом нулевой. Значит, там идёт баня, парилка, бассейн, значит, ещё комнаты. То есть дети и подростки, то есть уже не дети, а подростки, которые выйдут, с ними можно будет там заниматься. Например, физкультурой и реабилитацией, лечебной физкультурой, если надо. Да, плюс мастерская, там где они будут работать, затем идёт вот парилка, представляете, да, то есть баня, сауна, бассейн, ещё несколько комнат, выход. Это всё оздоровление. Да, всё оздоровление. Следующий этаж, как бы половина этажа, не целый этаж, а половина этажа. То есть им не приходится очень, не придётся очень высоко подниматься. Нет, не приходится высоко. То есть всё это сегодня надо реставрировать. Реставрировать. И отстраивать. Да, дело в том, что... И на это ты взяла ипотеку? Я взяла 19 миллионов 700 тысяч, да, плюс уже добавила свои 300 тысяч рублей. И вот мы сейчас начали строить минус первый и первый этаж, восстанавливать. То есть независимо от того, что делает Московская область, ты делаешь сама. Сама, лично сама, это просто зов моего сердца, потому что детям некуда идти. Ну хорошо, но в итоге ты же не можешь сама поднять такой проект, при всей своей любви. Очень дорого. И мы знаем, к кем ты жертвуешь ради этих детей. У меня получается 4 тысячи долларов в месяц, ну плюс надо ещё сделать ремонт, закончить, понимаете, да. Вот, смотрите, первый этаж, кухня, салон, зал, ещё половина этажа. Там у нас рояль, значит, будут петь, да, заниматься. Чтобы они могли, да, но мы же видели концерты с Мариинской, театром, как замечательно они поют. Там на каждую комнату туалет, сауна, джакузи, душ. Вы представляете, на каждую комнату. На каждом этаже? Да, в общем, у нас 7 комнат, по 2 человека. Вот, но просто такого я не видела в жизни. Я не знаю, я вот слушаю это, да, сижу, улыбаюсь, думаю, господи, вот жизнь была очень жестока к этим детям, которые уже выросли. Ну пусть они поживут, выйдя из детдома, вот пусть они поживут хорошо, пусть они получат удовольствие от жизни. Дело в том, что я... Это будет очень здорово. Смотрите, я нахожусь возле рояля, смотрю, у нас потолок 7 метров, естественно, в комнате нормальные потолки, да, то есть, ну, это надо видеть, эту архитектуру. И я думаю, слушайте, какая здесь хорошая акустика. Как бы хорошо здесь были именно певчие, вот именно наши певчие. Там, кстати, можно сделать студию. Я так и хочу сделать. Студию и записывать там. Да, идеи хорошие. И всё, что исполняют они. Артисты, артисты их будут учить, у нас будет оперное пение, эстрадное. Но, только я подумала, хорошо, если мы здесь певчик поселим, потому что мне звонят ещё из музыкального училища, которые дети, уже им по 24 года, они закончили музыкальное училище. И они тоже... Те же, которые спели, также с Мариинкой, тоже слепые. Закончили музыкальное училище, они говорят, матушка, мы выходим сейчас в этом году, это как раз три девочки, воспитанники детского нашего дома. Они выходят, и мы будем петь в переходах. Это ужасно. Нет, это нельзя допустить. Подождите, я говорю, собирайте вещи и ко мне. Но у нас ещё 15 человек, которые скоро выйдут. Понимаете? Но таких есть, это только те, которые в твоём близком окружении. Я полагаю, что есть ещё больше гораздо. Есть. У нас вообще 2 тысячи человек. Те, которые нуждаются в помощи. Только я сказала, Господи, Господи, вот здесь бы хорошо только для певчих этот дом сделать, потому что акустика. Думаю, вот бы ещё где-то дом взять. Звонит женщина. Я дала интервью на телевидении, духовный маяк. У меня сразу просмотров за 3 дня 180 тысяч. И звонит одна женщина, говорит, матушка, а вы уже дом купили? Я говорю, купила. Говорит, как жаль. А то у меня, говорит, рядом с вами дом 500 квадратных метров, хотим мы вам его подарить, и 25 соток. Я говорю, как? Но, говорит, там внутри ничего нет, просто коробка. Дети, говорит, выросли, женились. А, ты мне показывала фотографию этого дома. Замечательный дом. То есть туда тоже надо вложить для того, чтобы кого-то поселить. Он пустой абсолютно. Это коробка. Но там проведён газ, но зато нет воды. Понимаете? Согласна ли ты, что сегодня, пользуюсь нашей программой, и пользуюсь тем, что у канала ИТОН-ТВ очень большая аудитория по всему миру. В том числе, как я думаю, людей. Во-первых, я считаю, что религия абсолютно ни при чём. к нашему желанию помочь, скажем так, людям с ограниченными возможностями, тем более детям. У нас разные религии. Я бы хотела, я думаю, я предлагаю тебе обратиться сейчас с этой платформы к зрителям, к слушателям и сказать, господа, в конце нашей передачи, да, Саша? Обязательно. Вот обязательно данные, куда можно обратиться для того, чтобы оказать помощь. Потому что я считаю, что это святое. Это просто святое. Такого проекта в мире нет. В мире нет. Нет, его нет. Такого вот именно, чтобы дом, если поглухих не вешать, потом дом. Естественно, что государство обязательно должно помочь, и я уверена, что поможет. Нам помогает Анна Юрьевна Кузнецова, под детьми как раз при президенте. Я так понимаю, что я Алина Кабаева помогает. Помогает, да. И вы знаете, сейчас написала Анна Юрьевна ходатайство, Газпромбанк, чтобы нам оплатили ипотеку. Конечно, мы молимся, пока ответа нет. Дай Бог, мы тебе это желаем. Но я тебя прошу, чтобы ты сейчас обратилась к нашим зрителям. Дорогие братья и сестры, дорогие зрители, господа, мадамы, да, как сказать, как нас сегодня Александр представил. Дорогие мои, пожалуйста, я вас очень прошу, у меня не хватает средств. Я говорю это очень серьезно, потому что даже то, что мы продаем, нардовая мира, то, что делает Нежла Барбир, вот это благовоние, парфюмерию. Мы продаем по России, люди берут, и крестики у нас чистится, и гроба Господня. Вы можете посмотреть на сайте, вернее, на нашем инстаграме, страничке, собачка-елизавета-фонд-1. Мы внизу это напишем. Ну, будет потом. Там вся информация. Но нам все равно не хватает денег, вы понимаете. Вот сейчас делать ремонт, внизу первый и минус первый этаж, вот 5 миллионов рублей. Я уж там экономлю и так, и так. Я вам серьезно говорю, потому что газ, котельню полностью меняем, там не проходило, я даже простыла. Я там жила, и у меня голоса не было, представляете? Да, я помню, ты мне звонила, и ты не могла разговаривать. Воды не было, сейчас полностью поменяли, значит, сделали скважину новую. Ну, просто вот в таком состоянии, снег растаял, отмостки нет, вся вода вниз потекла, представляете, да? Еще дренаж надо сделать. В общем, я не строитель, но когда строители пришли, этого нет, этого нет, и как пошло вот это таятие. То есть итальянский проект был явно непригоден для русской зимы. Нет, был недоделанный, недоделанный. Даже отмостку не сделали за 15 лет. И нужно всегда было этот снег активировать. Зная твой характер и твою активность, это все будет сделано. Но если наши зрители помогут матушке Ефросине, конечно, в ее святом двери, всем миром возьмутся, то, конечно, это всем воздастся за помощь. Я хочу сказать, что мы на телеканале ТОН-ТВ никогда не проводили никаких сборов денег. И те зрители, которые с нами давно, это, наверное, знают. И тут мы сделали исключение, потому что это действительно из ряда вон выходящий случай. И мы просто знаем этого человека и знаем, что эти деньги, все до копеечки пойдут на богоугодное дело. Вот вы знаете, если нам денежка идет, даже крестики купили, благовоние купили, я сразу в Инстаграме выкладываю. Смотрите, здесь плиточки. Кстати, про крестики замечательная история, ведь многие люди не знают, откуда эти крестики, их историю, что за камешек лежит в этих крестиках. Дело в том, что когда началась пандемия, то паломники, естественно, перестали ездить. В Иерусалим. Да, в Иерусалим. И решили сделать именно под Кувуклии. Вот когда Кувуклию восстанавливали, 2016 год. А под Кувуклии тоже, там само ложе спасителя. И там водопроводные трубы проходят. И пока нет паломников, они туда, строители, залезли. И им нужно было, чтобы вот эти водопроводные трубы поменять, и место было. Они просто камни, часть камней от ложа пришлось им отрезать. И вот этот ключник, который там находится, амар. Это греческая... Ну, это принадлежит четырем конфессиям. Четырем конфессиям, а, я поняла. И ключник, который охраняет, это его земля, понимаете, вот амар, там три семьи содержат эту землю под гробом Господня уже много-много тысяч лет. Не тысяч, а сколько, ну да, 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 тысяч лет, можно сказать. Ну, наверное, это переходит из поколения в поколение, и там же люди живут веками. Вот, веков, надо не говорить тысяч, а веками, да. И вот он мне говорит, матушка, так как ты вот, мы тебя знаем очень хорошо, ты всегда нашей семье помогаешь на протяжении 27 лет. Я хочу от нашей семьи сделать тебе подарок вот эти камни, пять булыжников от гроба Господня, от самого ложа. Это ведь уникальная вещь для верующих людей. Для верующих, символе те, которые не могут приехать в Иерусалим. И мы решили вкладывать их вот в такие оливковые крестики. Со святой земли. Со святой земли, естественно, с Вифлеем, Вифлееми нам делают, да. Потому что сейчас пандемия, паломников нет, и всё встало. И вот эти крестики можно купить, если обратиться к тебе в Инстаграм. Да, тоже в Инстаграме, на нашей страничке. И доход от этого тоже идёт на... И мы полностью отчитываемся. Каждый день вот здесь плиточку проложили, вот здесь стены сделали, вот столько получили. Полностью всё прозрачно. А вы говорили нам до начала программы, что ещё один дом у вас появился. Да, третий дом, нам ещё одна семья, когда, ну, Виктория Макарская проводила концерты свои, она позвала меня, ну, чтобы я рассказала о этих крестиках, чтобы могли... Виктория Макарская певица, супруга актёра Антона Макарского. И они меня пригласили и рассказали вот о нашей истории. Дело в том, что я её кума, и она говорит, вот матушка много лет занимается вот этими детьми. И вот у неё крестики, вы купите у неё. И весь народ пошёл и купили сразу на 300 тысяч рублей. 5 тысяч долларов, то есть все, кто присутствовал. Я очень благодарна, она помогла вот именно, чтобы мы начали строить вот это. Честь ей хвала, да. Честь ей хвала. И она как раз вот рассказывала про вот эти крестики, про вот этих наших детей, про всё. И многие узнали про меня. И тогда ты получила это помещение в Москве. Приехала одна женщина из Варшавы, и говорит, я приехала на её концерт, и ради тебя, матушка, я хочу подарить дом, третий. Но он находится в Калужской области, это 120 километров от МКАДа. Там у нас, говорит, земли очень много. Там у нас пруды, там у нас источники и поля. О, то есть там можно сделать ферму, которая будет из-за жителей там кормить. И я сразу подумала, сразу подумала, я приехала туда, там действительно прекрасные поля. Вот мы сейчас с Анной Юрьевной договариваемся с губернатором, чтобы два поля передали. Там же коровник был. Но это тоже Московская область. Московская область, 120 километров вообще, Калужская область. От Калуги 20 минут ехать. Конечно, территории, которые есть в России, возможности у нас в Израиле таких прудов и территории нет. Там пруд сделан для осетра даже. Представляете, муж вот этой женщины, он прямо деревом всё оббил, сделал пруд, он мечтал там ловить осетра. То есть он это дарит твоему фонду? Жена его подарила, он умер. Да, память о нём. Память о нём, да, чтобы мы молились за него. И вот там пруд, вот эти сетра. А скажи, извини, что я тебя переживаю. Всех слепоглухих мы можем прокормить. Естественно. То есть туда мы хотим, пожалуйста, во славу Божию, можете приезжать в семье и работать. Капернал на Тибириадском озере. Как Христос прокормил. Вот, пять тысяч человек, пятью рыбками, пятью холдактрибами. Вот такая у нас матушка, да? Но я всё же хочу ещё, чтобы мы успели сегодня рассказать о помещении, которое, возможно, ты получишь для многопрофильного реабилитационного центра в самой Москве. Это что-то было невероятно. Это матушка Ксения Чернига. Она является правой рукой патриарха Кирилла. Она является юристом. И они смогли свои помещения как бы обратно вернуть для монастыря. Это центр Москвы находится где-то, ну, рядом с тремя вокзалами. Я не помню точный адрес, но замечательное место. И прямо напротив её монастыря, Новоалексиевский монастырь, находится пять домов, семь тысяч квадратных метров. И они меня пригласили, чтобы вот для слепоглухих что-нибудь там устроить. Я бы хотела сделать вот именно многопрофильный вот этот реабилитационный центр для слепоглухих, международный. Вот именно чтобы с израильскими технологиями, инновацией, совместить. Потому что в России есть свои многочисленные достижения. В Израиле есть. Я думаю, что если соединить все эти... Вот как раз вот у вас контракт между Москвой и между Израилем. Ну, Москва и Тель-Авив, мы города побратимы, конечно. Побратимы. И вот можно сделать прекрасный... В любом случае мы сотрудничаем и делаем проекты. Плюс мы хотим ещё на первом этаже... Вот немножко микрофон. На первом этаже сделать такую, как сказать, ну, сцену, да? Так. Вот, чтобы была такая площадка небольшая. Потому что сейчас с ковидом, знаете, такая ситуация. Ну, дай бог это изменится. И чтобы у меня именно приглашали мы артистов вместе со слепыми, они могли давать концерты. Ну, я бы посоветовала тебе... Вместе с кухней и с таким ресторанчиком. Это замечательно. Но я бы посоветовала тебе, конечно же, сделать там выставку-продажу для всех желающих, всех нардовые миры и крестики, конечно. Хочу сделать три магазина. Это первое, это вот наш мир и со святой землей все. И люди должны понимать, что заходя туда, даже если они купят стаканчик кофе или не купят крестик, всё, что они потратят, это пойдёт в фонд. Это всё пойдёт. Это пойдёт даже на помощь слепоглухим, чтобы им жилось. И за свет надо платить, за всё надо платить. И зарплаты тоже им платить, чтобы они как-то выживали слепоглухим. Понятно, что то, что, да, Саш, то, что матушка делает, мы с ней уже не первую программу делаем. Мы делали, что до начала пандемии, вот успели как бы, а вы приезжали тогда с группой своих сотрудников этого детского реабилитационного центра в Сергиевом Посаде, и мы ездили на север Израиля, где находится... Мигдалор. Мигдалор, да, реабилитационный центр. И там вот встречались с теми работниками, которые там занимаются слепоглухими. И мы видели, какие там замечательные у них цеха, как они работают. Они выполняют заказы хай-тека, выполняют заказы оборонной промышленности. То есть они там работают. Ну, кстати, Саша, извини, что перебью, но пользуюсь опять же тем, что у нас сегодня есть вот такая возможность поговорить с общественностью, что называется. Я хочу сказать, что вот эта израильская инициатива по привлечению людей с ограниченными возможностями, слепых, слепоглухих, к работе, она гениальна. Но тут в чем важность большая? Что израильские компании, причем айтишные компании, хай-тековские компании, да, серьезные компании, считают своим долгом отдавать им некие, пусть и небольшие, заказы для того, чтобы слепоглухие люди имели работу, чтобы они чувствовали себя востребованными? Ну, кстати, они это отдают не просто вот из благотворительных целей. Мы уже нам рассказывали в этом центре, что компания, которая производит медицинское оборудование, там очень сложное, что они говорят, что вот лучше, чем эти люди, вот слепоглухонемые, и слепые люди, они более сосредоточены. У них есть чувствительность еще больше, видимо, пальцев. И они определенные работы, они выполняют настолько безукоризненно, что они с удовольствием отдают эту работу им, потому что они знают, что там будет сделано точно, будет сделано аккуратно, не будет никакой халтуры. Да, вот у нас так же работают, понимаете, настолько аккуратно. Ну, вот очень важно, матушка, чтобы серьезные российские компании, поняли бы, значит, никого нет, все есть, все работают, все преуспевают. Нет, они все должны сегодня понять, пересмотреть свое отношение к этим людям и понять, что доброта есть основа мироздания. Потому что если ты отдаешь, и тебя никто не просит подарков, то есть для тебя будут делать работу, просто помоги. Не дай рыбу, дай удочку, эту рыбу словите, правильно говорю? Но я вот дом в ипотеку взяла, не знала, как буду расплачиваться, но от души отдала без корысти, и сразу два прибавилось, вы понимаете? Вот, в том-то и дело. Поэтому мы очень надеемся, что нас сегодня услышат, услышат и увидят нашу программу. И серьезные компании обратятся к матушке с тем, чтобы дать слепоглухим работу. Потому что им надо чувствовать себя такими же людьми, как и все. Вот и все. Главное, что они могут выполнять эту работу, они классно работают. Если день нет работы, они мне уже пишут, смс, у них же свои компьютерные. Мы же можем одно из этих, например, зданий, два под жилье, одно перепрофилировать в небольшие цеха, как это сделано у нас в Израиле. Мы еще доделаем, мы еще сделаем цеха. Небольшие цеха, потому что ты можешь в тех же помещениях на первом этаже делать, они же небольшие, да? У нас будет и классы прямо, и учения. А вот в том доме, который в Москве, вот вы забираете, который перепрофилирован под центр, есть ли у вас в планах, вот вы говорите, что там будет международный центр, то есть привлечение международных компаний, медицинских, которые помогут в реабилитации? Так это самое главное. Самое главное, мы так и хотим сделать, и чтобы оборудование было, и специалисты. Начнем с Израиля, а там уже получится. Идея состоит в том, чтобы работали российские, конечно, специалисты, но опытом делились с ними, в первую очередь, израильские, на данном этапе. Потом, конечно, можно расширить свою деятельность. Я хочу сказать, лучшей Израиля по реабилитации нет ни в одной стране мира. Это правда. У нас, к сожалению, опыт накоплен из-за многочисленных воинов, пострадавших солдат, что касается реабилитации. И в том числе потерявших зрение. Поэтому есть такой опыт, который мы будем, конечно, рады поделиться. На благо всех. И, конечно, матушка, еще раз шапо. Преклоняюсь перед твоей деятельностью. Мы сделаем, да, Саша, все от нас зависящее, чтобы помочь. Да, мы дадим ссылки на ваши реквизиты, чтобы можно было... Спасибо, Александр. ...кто пожелает, кто захочет. Спасибо, Господи. Спасибо. Неважно, какая сумма. То есть любая сумма, в общем, пойдет на... Конечно. А самое главное, вот в России любят покупать. Даже не просто вот жертвовать. Покупают мира, благовония, крестики. Это же все со святой земли. Сейчас паломниками не приехать, все закрыто. Сейчас это единственное место. Но люди получают благословение, потому что раз это со святой земли, а самое главное, это от тебя. И производят это слепоглухие дети. И тут уж... И они и заворачивают, и упаковывают, и посылают. У нас так все налажено, вы знаете. Матушка, я хочу сказать тебе только одно. Все, что от нас зависит, да, Саша? Спасибо. Мы тебе поможем и всегда. Я преклоняюсь, Илана, перед вами и перед Александром. Мы преклоняемся перед тобой. Нет, 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 нет. Потому что ты абсолютно уникальный, удивительный, умнейший, чуткий, добрый человек. Все началось с Израиля. Вот как вы дали первую программу, понимаете, о нас. Вот оно началось с места. Я очень хочу надеяться, что тебя услышит администрация и Москвы, и Московской области. И что тебе все будут помогать. Потому что тебе положено, чтобы тебе все помогали ради того благого дела, которое ты делаешь. Спасибо, я делаю искренне. У меня без корысти, вот без всего. Мы столько лет знакомы, что все уже понятно. Ну что же, Александр. Спасибо большое. Низкий вам поклон. Спасибо. Попутно наша программа записывается в День Победы, фактически накануне Дня Победы. Я пользуюсь случаем, поздравляю всех с великим праздником. Здоровья, успехов. И давайте вместе будем пытаться помогать людям. Наша программа подходит к концу. Я напоминаю, что гостем нашей программы была монахиня Ефросиния, глава фонда памяти, преподоба-мученица княгини Елизаветы Федоровны Романовой и помощник, советник мэра Тель-Авива Илана Михаэля. В его программу Александр Гурарье. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»